В мировой живописи существует много замечательных произведений, но лишь несколько, может быть, десятков являются однозначно совершенными. Святая Анна с Мадонной и Младенцем Христом, кисти Леонардо да Винчи, одна из них. Замечательная сфумата, которая наполняет композицию воздухом и делает нежными свет, полутона, тени, и создает плавные светлотеневые переходы, мягкие очертания. И благодаря именно этому сфумата лица главных героев композиции приобретают чувственное, такое трогательное выражение. Так называемая знаменитая задумчивая полуулыбка, леонардовская, она практически на каждом персонаже. Множество полупрозрачных слоев микронной толщины находят воплощение в бархатистой коже и реалистичной одежде людей, а также в глубинном пространстве, которые при переходе от среднего плана к дальнему постепенно растворяются в воздушной перспективе. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем о картине Леонардо да Винчи «Анна с Мадонной и Младенцем Иисусом». Это одна из очень загадочных и великолепных картин. И несмотря на то, что она считается незавершенной, мастерство и талант Леонардо превратил ее, даже будучи как бы незавершенной, удивительно загадочную, порождающую огромное количество теорий, каких-то схем, каких-то огромных теологических исследований. Это первый признак того, что просто мастер сделал то, что является загадкой и при этом приводит в восхищение. Поэтому вокруг нее вращается огромное количество теоретиков, которые пытаются как-то это обозначить, притянуть за уши к своим замечательным теориям. Но она сама по себе великолепна. То есть без теории, без каких-то сказок и загадок. Хотя каждое практически произведение Леонардо имеет свою историю. Как-то ему удавалось даже представить, невозможно. Джордж Вазари описывает, что Анна втроем в таком не очень частом сюжете живописи того времени впервые, как работе Леонардо заговорили в 1498-1999 году, когда Леонардо заказали монахи-сервиты, чтобы он исполнил эту замечательную работу для церкви во Флоренции. И монахи, заключив сделку, обязались кормить, поить всех его учеников и тех, кто его сопровождал в его постоянных путешествиях. А он обещал исполнить эту работу. Но так как он человек был увлекающийся, то занялся совершенно другими делами. Монахи долго-долго кормили, поили его и всех его сопровождающих персонажей, художников, музыкантов и так далее. В какой-то момент Леонардо буквально за два дня сделал замечательнейший картон, который просто привел в восхищение всех и вся. Сейчас этот картон находится в Лондонской галереи. Невероятный картон, невероятное мастерство, невероятное ощущение работы. Великолепная сфумата с минимальным количеством инструментов. То есть темный уголь, белый карандаш. Невероятное мастерство художника-мастера, работа пятном, работа светом. В то время это привело в восхищение всех, кто это видел, и всех художников, которые видели эту работу. Но дальше так дело и не продвинулось. Леонардо да Винчи покинул монахов, оставив их ни с чем. Впоследствии французский король Людовик для своей жены попросил, узнав о том, что существует такая некая работа, попросил, чтобы Леонардо исполнил ее, тем более, что там жена находилась на сносях, а святая Анна является защитницей рожающих матерей. И Леонардо выполнил уже другую работу. Если на первом картоне там присутствовала Анна, на ее коленях сидела Мария, она держала в руках Иисуса, который протягивал сложную двумя перстами руку навстречу Иоанну, маленькому мальчику, который тянулся к Иисусу, то следующая работа, там уже Иоанн исчезает, появляется Иисус, который обнимает ягненка. Но философски это пытаются объяснить, что Анна это олицетворение, как бы церкви, олицетворение вот этого большого, жизненного, только что рожденного мира, такого древнего. У нее сидит на коленях Мария, которая вышла из ее лона, и она протягивает руки к Иисусу и беспокоится за него, понимая его судьбу. И в то же время он обнимает маленького ягненка, символ Агнца Божьего, который пошел на заклание ради всего человечества. Да, идея достаточно загадочная, этой картины. Анна, которая спокойно наблюдает за Марией и Иисусом, Мария, которая вроде бы сидит на коленях у Анны, но при этом ощущение, что она совершенно даже не подозревает, что он находится на коленях. Протянутые руки к Иисусу, вот это движение, красивое движение сверху вниз, которое создает красоту и динамичность этой композиции. Мария, которая сидит на коленях Анны, и ее не видит, и не подозревает о том, что она сидит на коленях, вот она видит только Иисуса. Все ее помыслы и безграничная любовь направлены на Него, а через Него проецируется народ людской, что делает Марию таким символом материнства, матерью всего человечества. И в то же время вот эта спокойная Анна, которая видя, понимая, что произойдет с ее потомками, но при этом спокойно и осознающая, что произойдет, и совершенно не препятствующая тому, что должно произойти. Это такая вечность, вечность, которая наблюдает за происходящим совершенно, спокойно, зная, откуда что придет и куда что уйдет. Множество полупрозрачных слоев и микронные вот эти толщины знаменитой леонардовской работы находят воплощение в бархатистой коже, в реалистичной одежде людей, а также в глубоком пространстве, внутреннем пространстве картины, которая при переходе от среднего плана к дальнему постепенно растворяется в воздушной среде. Леонардо удивительно точно показывает и водную среду, где находятся ноги Анны, и кристальная прозрачность, позволяющая увидеть каждый камешек и легкая размытость волшебным образом. Они как бы сочетаются друг с другом, заставляя зрителя чувствовать вот эту прохладу, исходящую от воды. Друзья, это замечательная работа, она настолько грандиозна, что смотреть ее интересно, к ней возвращаться каждый год. Раз в год ты возвращаешься к ней, особенно если ты увлечен этой технологией, ты все равно приходишь к этой работе, возвращаешься и начинаешь видеть ее по-другому, начинаешь видеть ее тончайшие нюансы, ее замечательные задние размытые, закрытые дымкой пейзажи, мягкие переходы, создающие ощущение вот такой интимности, спокойствия. Все это очень важно, и чем работы Леонардо замечательны, то, что к ним можно возвращаться снова и снова, и снова и снова находить в них что-то невероятное, и что-то совершенное. Мы будем рассказывать о таких художниках, о таких картинах. Надеюсь, эти видео вам понравятся. К этой теме у нас есть замечательный текст, который еще более полно сможет рассказать о данной работе, о Леонардо, о его философских, теологических изысканиях, о его загадках, которые порождены его картинами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok